После этого мастер-класса сделать некое обсуждение про то, как выглядят женщины, что у нас сейчас происходит с насилием в России, какие есть проблемы. Мы знаем, что чаще всего жертвами насилия оказывается именно женщина, и именно женщинам приходится как-то пытаться понять, какие у них есть методы борьбы вообще с этим явлением. Насилие бывает очень много, мы все знаем, что есть физическое насилие, бытовое насилие, сексуальное насилие, и очень сложно в рамках дискуссии в один час все охватить, все темы. Я хотела сегодня использовать этот шанс, чтобы немножко сфокусироваться на теме, там, ботового и домашнего насилия, просто потому что мне кажется, что семья это очень часто именно та структура, где все вот эти штуки, ну, как бы, зарастаются, да, и вообще очень много сексизма идет именно из семьи, из того, как нас воспитывают. Сегодня у нас в дискуссии, я надеюсь, что вы все тоже подключитесь активно к дискуссии, но я бы звала несколько человек, которые, мне кажется, могут довольно интересно связать эту проблему. Полина Васильева, активистка РСД, политолог, расскажет нам немножко про свой уклон в эту тему. Аня тоже активистка РСД. Изабель Макхоева, политический активист и боксер, непосредственно. Вот. И Тая Полинкова, нейтролог, специалист по гендерным исследованиям. Естественно, мы тут все, так или иначе, как-то связаны с феминистским движением, и обсуждать проблему будем именно для каждой степени от феминистских позиций. Вот. В начале этого года вышел... Я, допустим, сделаю маленькое выступление, а потом мы как-то уже начнем. В начале этого года вышел последний доклад ООН по ситуации с правами человека в России, где отмечалось, что с 2010 года насилие по отношению к женщинам выросло на 20%. Это учитывая то, что у нас и так статистика очень печальная, как, я думаю, многие из вас знают, что это там порядка 14 тысяч смертей в год. То есть это значит, что одна женщина каждые 40 минут умирает непосредственно от всех линиевых форм домашнего насилия. Вот. То есть мы как бы видим, что ситуация ухудшается, и мы видим, что есть определенная государственная политика, которая сейчас в последнее время очень активно занимается вопросами семейных вопросов и как бы якобы правами женщин. Но как бы мы замечаем, что это все в основном направлено на то, что женщина должна рожать, женщина должна сохранять семью любыми способами. И поэтому вот этот вопрос домашнего насилия на государственном уровне, он практически никак не решается. Потому что государство, думаю, это не очень часто выгодно. То есть если женщина, когда женщина начинает осознавать вот эту свою угнетенную позицию, они начинают спутивляться, и, ну, очень сложно, естественно, их там как-то уговорить оставаться в семье. Да, то есть, вот. И еще такая проблема, естественно, связанная с вот этой статистикой, про которую я говорила, это то, что очень мало случаев обращения в суды. То есть по разной статистике от 3 до 10 процентов женщин в результате идут в суд, и как-то доводят свои вот эти дела до конца. И мне кажется, что это связано с тем, с теми вопросами, которые я хочу за мной обсудить. То есть с вопросами того, почему так сложно в России сегодня, собственно, побороться с этой проблемой. Да, то есть мне кажется, что у нас тут все есть мысль, как это было бы. Вот, давай, может быть, начнем с тебя, Тая. Вот, Тая у нас, как мы, некоторые из нас могли заметить, в последнее время были несколько довольно громких случаев относительно домашнего насилия. С нами сегодня должна была быть Аня Живина, которая как раз написала статью ВОЗ про свой личный опыт, как главный другой человек. И статья была очень резонансная, был очень большой отклик, и Аня, в результате, пошла в суд. И как, если не ошибаюсь, ей удалось кое-что, собственно, как-то свои права отстоять, но не очень. Тая писала большую исследовательскую работу про случай, который произошел несколько лет назад, про... Ну, как здесь? Кабан, да, я бы хотела, чтобы она немножко рассказала о том, что происходило вокруг этого случая с точки зрения общественного мнения, с точки зрения закона. Да, слушай, мне кажется, на самом деле еще очень интересный вопрос, который ты затронул, это вопрос статистики, потому что та статистика, которая курсирует у нас из текста в текст про 14 тысяч женщин, она считалась, на самом деле, всего один раз, для того, чтобы... Ну, как мы знаем, наша страна подписала конвенцию СИДО, это поменция по эллиминации, по скоменации отношений женщин, и в 2005 году она, как бы... по ней нужно делать отчеты раз в 5 лет. И в 2005 году, как бы, сделали эту статистику, мы не знаем, верять ее или нет, и последний раз вот она была озвучена в 2005 году. Вот, еще Amnesty International делала отчет, что та статистика, например, такая, это была в 2008 году, и, как бы, это самая свежая статистика, которая у нас есть, и верять ее или нет, это тоже большой вопрос. Вот, чем мы еще можем пользоваться, чтобы понять, кто у нас... вообще, кто у нас умирает, и, как бы, от чего, это, ну, Росстат, вот, который, ну, дает представление о том, кто, допустим, кто является как бы адресом, кто совершает преступление. Мы видим, ну, зайти на сайт Росстат, мы увидим, например, надо уже отдать эту же цифру, это примерно 85% женщин, которые совершают преступление, примерно, ну, в районе, около 15% женщин. 15-16%. Вот, мы не знаем, как бы, какие из этих случаев связаны, потому что насилие. Вот, это, на самом деле, очень большая проблема, и, ну, как бы, большое, в принципе, плодотворное поле для, как бы, активистской и исследовательской работы. Вот, в Пангле есть такой проект, я не знаю, может быть, кто-то из вас знает, от 20-15 лет племенки, а считаю мертвых женщин. То есть одна женщина-журналистка просто создалась целью отсчитать, как бы, ну, она собирает, просто, поскольку, случаи, когда женщина-неразборожная сирия, и, как бы, каждый месяц, она считает отчет, что вот в этом месяце в Англии столько жизней, ну, миллиардов оснащили. Какое? Мне кажется, что, как бы, здорово, что, ну, наши из вас что-то подумают, потому что у нас есть статистики, и у нас есть друзья. Ну, непонятно, что делать, и непонятно, как дальше исследовать эту тему. Ну, то есть, насколько я понимаю, 14 тысячи, это, типа, самый скромный отчет? Мы не знаем, скромный-то, по счету, нет, как бы, чем руководство самоуберна расчитала это? Чем руководство, я не знаю, кем она еще была, за шпятом? Ну, вот, по поводу Ирины, да, то есть, это была очень громкая история, да, то есть, ее убили, я не знаю, может, кто-то не знает. Ну, я скажу пару слов, да, это история у журналистки, чей муж был, ну, можно сказать, ресторатом, и участник в голове человечного движения, и расключилась она, я думаю, что многие из вас услышали, благодаря тому, что, собственно говоря, он был, ну, леберал, и ее использовали как бы в политическом смысле, то есть, она не расключилась, на самом деле, как история домашнего насилия, и как проблема, которая была, ну, она не, вернее, не репозитивалась, как проблема домашнего насилия, она репозитивалась, как проблема политическая, и, как бы, ее использовали для того, чтобы показать, как на самом деле, которые нехорошие ходят в мячные протесты и отручаются с именами. Мне в этой истории показалось что-то интересное, что проблема дорожного насилия не осуждала практически никто в отношении с женщиной, и то, что особый акцент делался на том, что эта женщина как-то избитая, она иначе живет, она живет не так, как будут обычные женщины в России, но она себе позволит, допустим, менять нянь детей, помогать себе позволить не работать. И все эти вещи используются журналистами для того, чтобы показать, насколько демонический ее образ, и насколько она заслуживала того, что с ней случилось. Хотя, на самом деле, журналисты делают так не всегда, даже расистные. И это скорее иллюстрирует тот... Понятно, что у нас сейчас в Российской Федерации тем не менее нет классов четких. У нас классы отмываются, но тем не менее. Спорно. Конечно, я думаю, что это может быть в жизни. Но тем не менее, да, это действительно вышло на какую-то такую тему, что это вопрос почти классный. И интересно то, что к этой женщине не испытут сочувствия никто. И одна женщина, которая забывает муж алкоголев, не будет испытывать сочувствия. Как правило, даже в самых правых изданиях будет статья о том, что да, дружно селиться, дождь, что можно защищать их лично. А в отношении как бы у женщин чуть-чуть более высоко. Это мы пока не умеем делать. Пока не умеем таких людей жилеть. Мы не думаем, как ты можешь страдать, находясь в любви в золотой клетке. В смысле, я сочувствую на уровне московского комсомольца, и нет сочувствия в обществе. Вообще в обществе не нравится. Я помню, что там же история была такая, что он сначала начал писать посты про то, что пропала жена. Весь фейсбук искал эту жена. И все его дико жалели. Верный мужчина, у которого пропала жена. Он сказал, что жена в багажнике уже сделана. И, по-моему, все жмели тоже. Его жмели, но вот эта женщина на самом деле не очень мама. То есть практически каждый репортаж начинался со слов, что вот она же очень хорошо была, она же так, она была не очень хорошей женой, плохо сидела за людьми, не сидела дня, ничем она вообще занималась. То есть была вся вся такая эксплуатация, потому что она недостаточно хороша, и таким образом рационализировали то, что случилось. Рационализировали его смерть. Объясняли, что вот тот и тот, она сделала вот это и вот это неправильно, поэтому все логично. Фактически теорема. Вот я просто... Понятно, что это дело Хабановой. То, что никогда не должно происходить. То есть женщина, которая пропала немножко на насилие, на которую обратили внимание только после того, как ее расчленили. Ну как бы это неправильно. Я хотела немножко как-то попытаться проговорить вот этот момент, почему так сложно в России жертвам домашнего насилия за себя наступиться. То есть, насколько я понимаю, вот там ситуация с Аней, как раз очень хорошо проинвестирую вот этот процесс, что, во-первых, как только ты говоришь, да, меня бьют, тебе найдется миллион человек, которые скажут, да нет, ну он же хороший парень. Что же, ну, наверное, здесь есть какие-то скрытые штуки, наверное, ты его провоцируешь. Это первый момент, что общество не хочет защищать жертв домашнего насилия. Второй момент, что если ты все-таки хочешь обратиться в суд, у нас сейчас, опять, с точки зрения закона, такие акты являются акты личного характера. То есть, тебя в суде, ты должен сам себя защищать в суде за деньги. Ты должен нанимать адвоката, ты должна нанимать адвоката и сама как бы доказывать, что тебя бьют, да, конкурор этим заниматься не будет. Нету закона против домашнего насилия. То есть, все это должно делать, пока ты живешь вместе с человеком, который тебя бьет. В многих западных странах введена такая практика, что как только человек заявляет о том, что его бьют, сразу выдается специальный restraining order, и агрессор не имеет права приближаться к жертве на 100 метров. Если он приближается, то он сразу идет в тюрьму. Потом, помимо этого вопроса, у нас в России очень сильно огромные проблемы с кризисными центром. Если ты попал в такую ситуацию, то просто некуда идти. То есть, что должен из себя представлять кризисным центром? Это место, где ты должна иметь возможность прийти, остаться, получить юридическую консультацию, психологическую помощь и попасть в такой safe space, где нету агрессии. И вот я хотела тебя спросить, Полина, как психолога. Может быть, ты могла бы немножко рассказать про вот этот аспект, то есть именно с точки зрения психологии? Ну, именно с точки зрения психологии, ну, это вот уже что она рассказывает, да, и дела обстоят довольно грустно. Во-первых, конечно, там, ну, начнем с психологического образования. У нас нигде не проговаривается, там, если вы студент, или если вы, там, интересуетесь вопросом вообще, что есть такое насилие в отношении женщин, это все тема феминизма. Всем феминизм занимается. При всем при этом, если вы попадаете на, там, терапевтические группы, или, там, психологические группы, то чаще всего эти группы женские преимущественно, там, примерно процентов 90 это будет женская группа, и обязательно в ней будут рассказываться истории изнасилований или домашнего насилия. Тут надо понимать, что истории эти стыдны, репугуированные в обществе. Ну, то есть очень часто мы будем, там, сталкиваться с тем, что женщина молчала про, там, историю изнасилования 20 лет, ну, просто потому, что ей было стыдно про это рассказывать. Также замалчиваются истории домашнего насилия. Хуже всего то, что у нас в психологии же семья, ну, там, чаще всего понимается как система, да, и говорят, например, о дисфункциональной семье. То есть что это такое? Это в том числе распределение ответственности между двумя членами семьи за то, что в ней, например, происходит насилие. Работают с дисфункциональной семьей, ее стараются сделать функциональной. Вот. Я, например, ну, вот, там весь мой опыт практики, там, и чтения говорят о том, что если мы встречаемся с такой дисфункциональной семьей, то есть с семьей с насилием, то первое, что надо сделать, это эту семью разделить. После этого и с ними надо, там, пару лет неплохо работать, причем с обоими, с мужчиной, там, в плане, да, и это тоже очень важно вообще не подговаривать в нашей стране, у нас для женщины нет помощи, но в принципе тому человеку, который является, там, агрессором, ему тоже неплохо бы оказать помощь, ему неплохо бы поработать, там, поработать его личную историю, вот. И в этом смысле очень многие мужчины, у меня был даже такой опыт, когда мне пришел на терапию мужчина и стал рассказывать то, что, ну, вот, я такой говно, я блюзер, ну, вот, не хочется с этим что-то сделать. Это было очень здорово. Я ему стала рассказывать, что, в целом, нормально, что, в целом, там, с таким тоже работают, и, ну, и здорово, то, что ты пытаешься с этим быть. Но сейчас мужчина может делать это только за свои деньги, попав, там, к частному терапевту, ему будет тоже стыдновато, там, что такое мужик на терапии, а это же часто все обнужено таким культом маскулинности, ну, как мужик, ну, пусть из-за того, чтобы пойти и обсуждать какие-то проблемы. Вот. И, соответственно, семьи такие не расселяют, нет мест, куда можно было бы вот так вот там собраться с детьми, например, свалить на выселение. Очень часто истории насилия вскрываются именно тогда, когда появляются дети, тогда, когда женщина уже оказывается настолько привязана к месту, что ей реально некуда идти, нечего делать, она является запуганной и боится за своих детей. Вот. Что-то еще добавить, дополнить? Ну, есть ли у нас сейчас какие-то комментарии с Аней? Можно было? Просто, когда мы говорили про статистику, и вот там вот начала говорить Полина о том, что на сообществе есть некая стигма, и мне кажется, статистика, она очень сильно не может, ну, как бы, она сильно отличается от реальности, потому что, по собственному примеру, когда я подпрыгалась в домашнем насилии, несколько лет, ни одна живая душа не знала, что происходит, потому что есть вот некая стигма, что женщина стигма что-то должна своей семьи построить и так далее. Поэтому, мне кажется, что статистика официальная, насколько бы она ни была, она никогда не будет соответствовать реальности. Ну, потому что большая процеда женщин, она вообще очень сильно. Да, спасибо за дополнение. Да, это, наверное, вот то, как раз, о чем я хотела сказать, потому что меня поразило, когда, ну, там, на каждой технической группе буквально вскрывались эти истории, и понятно было, что там практически ни одна из них не доходила никогда до сюда. То есть мы говорили о травмах, и очень часто это были травмы такие, там, я не знаю, мне было 11 лет, там, зажали в лифте, потом было очень стыдно, даже маме не смогла рассказать. Мне там хуже рассказала маме, мама там не звала, я ее отправила дальше лес. Ну, да, это история с Киевом Большинством. Более того, у меня вот в подъезде жила женщина, она жила в ситуации домашнего насилия, пыталась про это говорить. У нее не принимали заявления в прокуратуре. В итоге мужчина там, кулаками добился того, что она переписала на него всю свою собственность. Причем при том, что она ходила по участковому и пыталась что-то сделать. Ну, то есть, просто еще такой интересный момент, о том, что откуда вот это берется, да? То есть почему женщина не, ну, как бы не осознает, что, что ей надо, что она в плохой ситуации? Мне кажется, это как раз такой вот, очень, ну, такой важный момент в культуре. Я бы начала бы тут тогда говорить с детства. Была такая забавная история. Приходит ко мне дочь и говорит, я боюсь ходить в детский сад. Я говорю, дочь, что случилось? Она говорит, нас там бьют мальчики. Я говорю, ну, не для чего это за это? Может быть, нет? Она говорит, нет, ты понимаешь, мы девочки, мы такие принцессы, нам нельзя, ну, как бы, нас вообще очень сильно ругают. Я не хочу, например, стоять, а у них там такое, ну, в качестве наказания, там типа, там сажаем по стулу, вот они сидят, она такая, я не хочу на этом позорном стуле сидеть за то, что я дерусь. Какая девочка, у нас тут нельзя. Ну, и дальше мы с папой начали ее тренировать драться. Ну, а что было делать? Ребенок в сад боится ходить. И, правда, там, ну, пришлось много с ней работать по поводу слома этого барьера, что, на самом деле, принцесса может зарядить. Ну, как бы нормально. Вот, если ты такая принцесса, ты такая симпатичная, на тебе розовый бант, то, как бы, с ноги отвесить ты тоже можешь при этом. Вот. И, мне кажется, это вот как раз история про то, что, ну, вот, весь культурный ход, там, все вот эти вот мультфильмы про русалочек, что делают мужчины, они спасают девочек, что делают девочки. Они делают так... И больше они ничего не делают. И, правда, они же даже играют в это. Вот я много наблюдаю за играми детей, ну, поскольку, там, у меня дочка, у нее подружки ее, и они, правда, проигрывают вот этот вот культурный ход миллионы раз. Они находят у кого-нибудь мальчика на детской площадке и предлагают ему спасать их. Ну, потому что, ну, вот такая вот игра. То есть они, там, они терпят какое-то бедствие, приходит какой-то мужчина и спасает. Женщина при этом находится в пассивной роли, приходится вмешиваться в игры там и обсуждать с ними, а что будет, если он не спасет, да, как ты будешь, там, влиять на эту ситуацию сама. Есть люди, вообще, способы, как влиять на эту ситуацию самой, чтобы у них хоть немножко вот этот вот взломался в голове этот стереотип. Спасибо. Ну, вот я просто... Я это вообще не согласна с собой. Потому что, одно дело, когда мы говорим о вот этих паттернах, которые навязывают там, женщинам в зеленые занятия, это будет процесс всю жизнь. Другое дело, когда речь идет о физическом насилии, потому что здесь нет никакого равенства между мужчиной и женщиной. Сколько ты не будешь учить твою дочку драться, но, к сожалению, она не сможет дать, скорее, отборку обычной жизни. Ну, я же буду ее учить драться как девочка-девочку. Понимаю, что у нее меньше... Но сейчас они, кстати, в детском саду они сейчас нормальные, они все же одинаково рост и весы. Потом у нас... Продлится еще там недолго. Лет восемь, девять. А потом еще будем придумывать пособы. Но потом будем впакучить. Нет, ну просто вот как бы я хотела как раз поднять этот вопрос. Посмотрим, что у нас такая ситуация, что как бы с точки зрения закона добиваться справедливости очень сложно. Государственная политика этим и занимается. Крестный центр у нас практически существует на частные инвестиции. Государство как бы не вкладывается вообще в этот вопрос. Закон о домашнем насилии, который у нас сейчас лоббирует Мария Довтян. И, как называется, рабочая группа при Министерстве социального... Что-то? Что-то? Они как бы лоббируют этот закон уже несколько лет. Ну, хороший закон, да. То есть там все должно быть, в принципе, приближено к западной практике к филактике домашнего насилия. Но вот у них пока как все это идет медленными шажками. И, кстати, в этой... Ну, Елена Мизулина только сейчас как можно пропустить закон дорожной насилии. Да. Если он к ней не попадет, она и не пропустит, потому что это... Не традиционно. На семейный центр. Конечно, да. И, кстати, в этой докладе ООН это отмечается, что вот этот закон, он как-то, ну, чутко... Не очень, ребята, хорошо работают. И я хотела задать тебе вопрос, Элизабель. Ну, хорошо. Вот смотри, мы не можем себя защитить с точки зрения закона, мы не можем себя защитить, мы не можем себя защитить за государство, но остается по-хорошему. Ну, а что, как-то приходится рассчитывать за себя? Ну, то есть, как бы, что ты думаешь? Можем ли мы за то, что это сделать? Ну, Маша, даже не происходит как-то, типа, вот сейчас тебя будет парень с мужиком, делаешь там гость в тень, я не знаю, разомнешься, там, потрешься, там, в лицо как поставишь, что-то такое. Ну, это, ты живешь с мужчиной, допустим, как вот Аня Женгерович, сколько они три года жили, все было супер, и вдруг в какой-то непонятный момент она просыпается, он ее душит. Ну, то есть, к этому быть готовой очень сложно, потому что в этом мате спорта побольше, я думаю, здесь можно нестеряться. Такой момент я бы хотела задать всем участникам, потом всем участникам этой дискуссии. То есть, вот для вас, как убить, ну, для вас самооборона, в чем она заключается? Что нам надо всем делать? Ну, как бы, мне кажется, это, ну, как бы, как бы, это starting point. А можно я это скажу? Да, мне прямо кажется, вот ты забыли, мне кажется, это вот, правда, важная вещь, чем она говорит по поводу драться с мужиками, да, и сто лет нам драться с мужиками. Ну, то есть, в целом, просто, мне кажется, во-первых, все ресурсы и методы, которые есть, чтобы исправиться от опасной или болезненной ситуации, должны быть использованы. Если там можно поскандалить в соцсетях, надо скандалить в соцсетях. Если можно, там, я не знаю, набить морду, то надо бить морду. Если можно, там, поскольку не давать, надо убегать. Вот, ну, то есть, вот, все средства хороши, на войне так. И в этом смысле, мне кажется, очень важная такая штука, и она как раз про детей, про взрослых, и, в принципе, про насилие. Это вещь, связанная с обстановкой границ. Нас вообще не учат ни детей, ни взрослых расстанавливать свои границы. То есть, что очень часто делают девочки, там, когда к ним пристают мальчики, вот особенно, когда это такая полуигровая ситуация насильная. Очень часто, там, ну, как-то смущаются, хихикают, зажимаются, такой, да нет, пожалуйста, да не трогай. Ну, по большому счету, здесь не должно быть кокетски, это не должна быть игровая ситуация, нет. Я сказала, нет, я сказала, со мной так нельзя делать. Отойди, вот мое расстанавливание. Вот, и, ну, это действительно должно звучать грубо, серьезно, и так, чтобы человек, который подходит, понимал, что вот эту границу не нарушать нельзя. И это такой первый момент. Ну, потому что, мне тут даже, ну, обходение, тут мужчины рассказывали. Я съездила в Адлере в какой-то момент, а в Адлере мужики, они прям за руки хватают, и прям, давай за руку. Вот, я сидела, что-то в какой-то момент обсуждала это с местными мужчинами, и они говорят, да, конечно, ну, там есть такой способ, его используют в Афгазе, и они прям смотрят, будешь ли ты руку выхватывать? Ну, то есть вот, ну, хватай тебя за руку, да, и смотрят, а как ты будешь делать с этой рукой? Если ты, ну, так вот, смущающийся, вроде бы, как бы не особо, то будут продолжать дальше приставания. Ну, и здесь понятно, здесь это, там, самый простой пример, там, мы можем вообще ни в какую ситуацию насилия не впадать, просто выхватывать руку и чувствовать понять, что нет, нельзя. И с детьми тоже та же самая ситуация, что к детям очень часто, там, это, кстати, из кризисного центра сестры рассказывали про очень прикольное упражнение, ну, что дети, правда, там есть такое упражнение, когда там сзади к тебе подходят, ну, и ты говоришь, а где мне комфортно, чтобы человек остановился в такое упражнение, напрочил по ней границ. Ну, и что в России дети позволяют подойти просто вплотную, когда начинают заявлять хоть как-то о дискомфорте, и это важный момент расстановки границ, понимать, где начинается мой дискомфорт, потому что очень часто у женщин оказывается смещённая вот эта вот планка, когда они подпускают к себе то, что на самом деле уже по-человечески дискомфортно. И вот так вот развиваются истории домашнего насилия. Ну, то есть вроде немножко унизились тело, вроде там немножко обидели, тоже можно проглотить. Вот. И здесь очень важно, правда, вот работать ещё и про то, что вот здесь проходит твоя граница, она не должна быть нарушена. Ты её чувствуешь и можешь отстаивать разными способами. Понимают вежливо – зашибись. Ну, не понимают вежливо – надо искать другие способы. Просто чувствовать пространство. Мне кажется, всё гораздо сложнее, потому что есть упражнение, в которых на женщин даже не смотреть не так проблематично, а прикасаться к воле – это не отменяет проблему домашнего насилия, если говорить только в Кавказе. Ну, да, на Кавказе в этом смысле всё сложнее. На Кавказе такого вот, ну, смысле проблемы изнасилования, я так понимаю, меньше, потому что там всегда есть брат и отец с ружьём, которые приедут и будут кровная месть. Вот. А если говорить о том, что происходит внутри семьи, да, то это уже очень закрытая пространство. Я вот хотела добавить как раз с вопроса о том, с чего начинать. Мы вот сейчас говорим в сущности о частных вещах. Есть проблема домашнего насилия. Вот есть конкретно какая-то женщина, которую сбили, давайте её там защищать и бороться с какой-то конкретным кейсом. Есть проблемы, например, у девочек в школе или в детском саду, которые побежали. Давайте воспитывать их так, чтобы они не наялись на этот путь. Мне кажется, что проблема начинается гораздо глубже, потому что если в обществе есть, то возможности для того, чтобы разделять людей по центру, вот такой интерсекциональный подход как раз по вопросам феминистов и всего прочего, проводят такие, как бы, относят женщину к одной из неделых социальных групп, говорить, что вот есть неделю, например, времён американского, любовь и американского рабства. И естественным образом происходит тогда раздел. Ты чёрный, ты белый. Если ты белый, то ты человек, и у тебя есть какие-то права, и с тобой можно говорить на уровне правового, и как-то уже ты можешь со своими проблемами обращаться в суд, или апеллировать к общей солидарности, и ты солидарность и кроме, ты чёрный, у тебя такой возможности нет. Тебе нужно очень много времени для того, чтобы объяснить, что, ну, понадобились американским негром, очень много времени для того, чтобы каким-то образом были ситуации. С женщиной такая ситуация происходит, ну, вот, наверное, может быть со времён христианства, а может быть ещё раньше. И с самого начала, когда ты рождаешься девочкой, и тебе так не повезло, то ты объект. И когда маленький мальчик... Проблема не только в том, что вот мальчики какие-то, там, особенно злобные, вредные. Когда ты маленький мальчик, ты очень хорошо видишь, что вокруг тебя к девочкам относятся не как к субъектам, то есть к личностям, в которых есть свои какие-то эмоции, которые нужно уважать, и к которым нужно относиться как к человеку такому же какому-то, а относиться как к объекту, на который можно цепить банк. Ты становишься чуть-чуть постарше, попадаешь в, не знаю, социальную сеть, подписываешься на паблик МДК, потому что всем мы её подписываем, и ты ставишь лайки к картинкам, где девочкой изображается людей набора грудь, талии, бёдра, и, соответственно, тебе рассказывают о том, что она должна быть такая, должна быть сякая, должна быть сякая. Когда ты с самого начала открываешься обществом как объект, пусть даже с какими-то, но, то ожидать, что будет какое-то глобальное отношение хорошее, начальник эксплуатировать на работе, у него мужчина должна быть возможность эксплуатировать кого-то ещё дома, то эта возможность будет. Поэтому, конечно, когда мы говорим об этом, законы о домашнем насилии, это очень большой шаг, который в частной сфере как раз должен работать, но, тем не менее, мы переходим к сфере общественной, в которой очень сложно объяснить человеку, что вообще-то вот все люди, они одинаковые, как и не были они с самого начала. Есть у них грудь, чёрный у них цвет кожи, жёлтый, белый, как они друг от друга отличаются. Если вся твоя культура, которую ты поглощаешь с самого начала, с самого-самого-самого детства, говорит тебе, что девочки и мальчики отличаются кардинально, просто невозможно. Если глубокие философы, типа Владимира Соловьёва, говорят тебе, что баба мешок, что волос, что он несёт, то ты тоже начинаешь им в каком-то смысле управлять. И, конечно, конечно, этот мешок, в который что-то можно положить, можно и бить, можно и, не знаю, там, кормить и всё, что хочешь с ним делать. И, таким образом, мне кажется, что проблему надо, конечно, рассматривать шить, потому что домашнее веселье начинается не с того момента, когда кто-то ударил его женщине кулаком в лицо, оно начинается гораздо раньше, с самого начала, когда она сама тоже принимает такое положение вещей, потому что она понимает, что на другом гряду то есть. И вот от этого нужно плясать, потому что солидарность распространяется, например, для мужчин, но не распространяется для мужчин. Каким образом это менять? Ну, видимо, какими-то поступательными социальными реформами, как раз направленными на повышение самосознания, связанными с общечеловеческой солидарностью. Есть конкретные проекты, которые тоже, ну, какие-то образователи, в рамках которых ведется эта работа. Ведется работа с матерями, вот эти вот мамы мальчиков, которые тоже должны объяснять свою маленькую сынокеям, которые не объясняют свою маленькую сынокеям, что девочка – это такое же существо, как правило. И дальше вот с этого вот все начинается. Когда мы сейчас ведем дискуссию, мы сталкиваемся с результатом этого. Когда начинается домашнее насилие, это просто вот конечный и самый крайний вариант отношений. Но это отношения, оно на самом деле пронизывает все, буквально все сферы. И вот как это работает, ну, наверное, догадываетесь. Я хотела спросить, может, появились какие-то комментарии или вопросы? Потому что вообще идея была в том, что мы плавно сейчас перейдем к какой-то… У меня был вопрос, сейчас отклонили про образовательные программы. Насколько вообще это, ну, пускают, например, в школу? Или вообще не пускают? Потому что мне кажется, что в проекте сейчас это не сильный курс на традиционные ценности и на то, что домашнее насилие порочит само определение семьи, да, по их мнению. И, соответственно, ну, я с трудом представляю, как в школе можно идти, например, и прочитать там где-то, потому что они тоже насилия группы, и ребятам было как-то равно. Просто у вас там полные признаки разные. Ну, не знаю, есть ли такие практики? Ну, я, как человек, который немножко работал в школе, я могу сказать, что в современной школе, как раз в той, которая есть сейчас, это всецело ложится на учителя. Потому что, в целом, если учитель адекватный, и он ведет работу с детьми не только в рамках своего предмета, но еще и ведется на воспитательную работу, то, конечно, это нормально за любое проявление вот этого, ну, не знаю, гимии, сексизма или чего-то еще. Сразу же с первого класса бить паукам, сразу же как-то объяснять. Но это встречает, во-первых, очень большое противодействие со стороны родителей, потому что не все родители так и считают, не все с этим согласны. Но, во-вторых, если нет у учителя какой-то собственной глобальной сознательности, в том смысле, что надо так поступать, надо до каких-то областей воспитывать, то, конечно, никто этим заниматься не будет. Потому что нашим самым зарплату, помимо того, чтобы объяснять логарифт, вообще объяснять, что к девочкам надо относиться как к людям, это уже хороший вопрос. И возникает тоже такая проблема, что вот эта вот функция учительско-воспитательная, она сейчас, по сравнению даже с советскими годами, когда, может быть, передавливали вот эти вот воспитания, когда это воспитание тоже, может быть, было не слишком правильным, сейчас она снята вообще. Сейчас эта воспитательная функция передана либо действительно каким-то урокам православия, там, понятно, совсем другая, либо она отсутствует. И именно поэтому с образовательными проектами тоже зависит от школы. Какие-то школы пускают к себе образовательные проекты, пускают к себе волонтеров и положительные трудные вопросы. Но это будут отнюдь не все школы, потому что очень многим это просто не нужно. Тем более, что очень многим не хочется столкнуться с противодействием со стороны родителей. А родители могут запросто написать документацию, а потом на промерку деятельности. И ты потом замучаешься от этой суммы бумажки, а потом вообще начинает плохое хотело. Это вот такая проблема. Мне кажется, эта проблема даже еще немножко шире, потому что она касается в принципе сексуального просвещения в школах. По большому счету, если мы глобально задаем вопрос, а есть ли у нас сексуальное просвещение в школе, адекватно ли оно или нет, или нет, или если есть, он или я в школах. Ну вот массово, да, может какой-то отдельный учитель что-то хорошее толкнуть детям, скорее всего, это все равно будут какие-то очень аккуратные замечания. А вот такого как курс, чтобы объяснить детям, что там необходимо пользоваться презервативом, и вам там 14 лет, вы спите вместе. Мне рассказывали про тот случай, когда юноша считал, что презервативы используют для того, чтобы девушка забеременела. Дети были. Да, за то, чтобы дети были, но презервативы появляются. Ну как бы да, и они же правда все занимаются сексом. С такими вот своими какими-то довольно глупыми и иллюзиями. Ну вот у нас Павел Астахов сказал, что только через его труп будут уроки сексуального просвещения в школах. Давайте от него. Да, с другой стороны, кто их будет вести еще тоже вопросы? Какие программы? Потому что это все не по-христиански вообще сексуальный просвещение. Я хотела сказать, ну вот сейчас у нас чертапный способ. Вот для меня как-то я училась в школе, к нам в школу просто приходили. Люди читали лекцию, когда нам было, ну лет 13-14. А было воспитание, о том, что руководие это не вредно, о том, что надо пользоваться концепцией защищаться лекцией. Вот может такие курсы вести в школы, вот чтобы люди ходили и просто по нескольким школам читали. То есть не вводить это в предмет ОБЖ, а именно читать лекции. Это зависит от руководства школы. Какие-то школы приглашают. Например, та школа, которую я знаю, она приглашает к себе таких специалистов. Приходит раз в ход тетенька, которая рассказывает о том, причем она несколько раз приходит. Сначала, когда они только маленькие, их 14, потом, когда им 16, она им рассказывает разные истории, отдельно мальчикам, отдельно девочкам и так далее. Но какие-то школы, например, этим не заморачиваются. Их тоже можно понять, потому что от них это не требуется. И в целом никакого чувства ответственности за то, какими дети выйдут из школы у дирекции нет. Я просто хочу еще хотела предложение внести, как выработать стратегию, что делать, если администрация живого родителя обычно внести отделение, потому что это идет пропаганда чего-то. Потому что я в своей школе столкнула с тем, что там тоже приходили на 10 пищника, и потому что у меня растет мальчик, он должен пить морду. Что он должен пить водку? Он должен пить морду. А, пить водку. Должен пить морду. Иначе обучите девочек, потому что мужичек и мальчиков. А я помню, я была маленькая, у меня был мальчик, который постоянно на меня нападал. Ну, что-то там на детской площадке. Постоянно, каждый мужчина ходил, что-то там пытался носить. И в один первый день мне это задолбало, и я всегда там уже прилипал полный, нулю на голову, и как бы дала ему службу. И, типа, через час меня вызвали к директору. Там все, вот, мальчик, не заплакали, в слезах просто. И мы, типа, устроили какие-то разборки. Да. Есть какая-то статистика по России? Каким странам по США? По Америке? Сколько что? Количество семейного населения. В Америке на самом деле очень интересная вещь, потому что просто в разных исследовательских работах, которые я читала, есть какие-то статистики, то есть какие-то работы, потому что, ну, иметь в виду уровень, как бы, или кто разрешает. Цифра 14-3, да, была в 2005-х, в Америке? То есть это примерно, там, да, 14 тысячи состоялся в семье. Я сейчас не скажу точно цифры. То есть это сопоставимые цифры по отношению к населению страны? То есть у нас и в Америке? Нет. У нас больше, да? Да. Я вот могу прошить это рассказать. По нашему региону, например, норм, ну, то есть количество домашнего насилия, типа, больше, в 5 раз больше, чем у многих наших соседей. Соседей. Ну, мы можем узнать. Нет, Россия. Нет, Россия. Есть статистика, который был в последний раз в 2005-м, а потом в 2008-м году. Понятно, это Россия, а в Америке. Мне просто интересно, может, это как? Вот, что касается уровня, там большого уровня, может, на себя. В Америке? Да. Вот. Я, в основном, познакомилась с тем, кто, как бы, его совершает. Тут конфликтующая статистика. Какая-то говорит о том, что очень личная знаква, а какая-то говорит о том, что очень большая. Вот. По Всемирной Ассоциации Здравоохранения, к примеру, говорит, что вообще не совершают почти 94% всех насилистных преступлений в мире, а женщины, конечно, не совершили. Вот. Ну, то есть это то, с чем мы говорим. Еще есть исследования, которые, как бы, эмфициты говорят о том, какой на самом деле, какой на самом деле уровень насилия может быть в России, и мы как бы можем по ним судить, хотя мы прочитать не можем. Так что, допустим, есть следовая политолога Морик Фиоли, назвать им Леонид Конфликта, и она там говорит о том, что если страна... Доказывает, что если страна имеет либо агрессивную ближайшую болезнь, либо обязывает себя в конце конфликта, то в ней будет еще соглашаться на себя. Так что я думаю, что, ну, я думаю, что это современная синтеграция по всей семье. Ну, как в Америке? Как в Америке? Как в Америке, потому что она тоже... Никто не спорит. Ага. Я вот, я про Швецию, я помню, не помню точную цифру, но я помню, что она была меньше ста сфердей в год, ну, то есть если сравнить. Ну, мне кажется, что это на порядке, это на порядке, и они, они, вот, продолжают бороться с этой проблемой, и считают, что, это проблема, профилактика, там, закона домашних насилий, и в том, что умирает женщина, вот, в год от домашних насилий там меньше ста сфердей. Ну, мне кажется, что это все-таки будет делиться. Вот еще вот что-то сказать. Я бы хотела добавить, что вот, как я читала, то, что в Швеции, в каких-то соседних странах, у меня есть такая практика, там, где, ну, типа, кризисных центров. Если женщина заявляет о том, что происходит, то ее просто отселяют детей, и она отказывает. У нас в прошлом году анекретарь спрашивали. У нас здесь страны, вот, Россию, там, с Америей только. Нет, смотрите, проблема не в том, что маленькие страны, проблема в том, что, ну, есть страны, которые считают, что проблема домашнего насилия, это, это, лежит на, как бы, ну, то есть, что это проблема государства, и что должны решаться и государство, и государство. У нас есть страны типа России, где до сих пор как частная проблема, там, каждого человека. То есть, вопрос в том, какую политику проводит государство. Еще вопрос на испытание мальчика. Почему мальчика? Нет. Ну, если только проявлять внимание, там, дернуть за косичку. Мы не пить, ну, как дурак. У нас ведь даже с косичку, на самом деле, нехорошо. У меня есть знакомый режиссер, который ходит и периодически пристает к мальчику, и это довольно забавно, потому что она делает с ними все то же самое, что мальчики привыкли делать с девочками. Ну, например, подойти и за яйца так, хопа, давай познакомимся, за косичку дернуть. Мальчик или мальчик? Мальчику. Ну, мужчине. Нет, мужчине. Ну, конечно, мальчику. Я порнусь за косичку. Я же приучаюсь за девочку о том, что ты не проявляешь внимание. Не надо за косички девочек дернуть. Конечно. Это не внимание. Не надо. Гееческие границы не пересекать. Ну, а когда девочки твои будут на косу дернуть? Можно? А так, наверное. Ну, когда дерут, знаешь, у них... Понимаешь, что очень много. Когда девочки... Нет, я помню, ты, Изабель, ты же делал какой-то такой смешной эксперимент, когда ты метро уступала всем мальчикам. Ну, да, все были. Никто никогда садится. Ты считаешь, что я их унижаю и считают валидами, или хочу к ним подкатить. Все постоянно. Это давно было, да, но это так. Ну, мужчина, к сожалению, так воспринимает. Но, я думаю, интересный как-то тоже прийти к нему. Потому что, например, сегодня я ехала в метро, и меня кто-то взял Наталья, ну, как-то вот так, вот пожилой мужчина. То есть я бы пришла, чтобы выйти, что-то такое, он вышел. Я вот не уверена, что он мог бы так с парнем поступить. Потому что у мужчин, конечно, куда-то граница, ну, по-другому. Ну, а девочек, да, детям поздно. Ну, и девочки вообще, в целом, там, стараются, как-то, меньше пространства занимать, там, не лишние разы. Раздвинутые ноги. Да. Постро-социальные проблемы. Ну, не знаю, что ты сказала. Ты сказала, что государство считает, что насилие государство считает. Государство ничего не считает. Ну, и как общество можно было бы сдвинуть этот вопрос, может быть, точкой офицейства, но, как бы, он на 7 лет отвечает на наш запрос, к сожалению. Так получается, что запрос нашего общества сейчас в том числе офицейства. Понимаешь, вот показательный кейс с вот этим вот нижегородским шизофреником, который убил шестерен детей. Да, да, да. Жена, которого четыре раза обращалась. Да. Когда жена, которого четыре раза обращалась в полицию с тем, что он там угрожает ей, что ей просто не безопасно с ним находиться. И в качестве ответа наша государственная дума предлагает принять закон о госпитализации, принудительной госпитализации людей с как-то устными отклонениями, в общем, психическими отклонениями. То есть, ну, вот проблема, да, если он был шизофреником, ну, значит, давайте всех шизофреников сажать, а лучше заранее, не проверяем шизофреник или нет. И вот оно решение. Вот это вот логика, которой руководствуется нашим замечательным правительством. Проблема не в домашнем начале была. Проблема была, видимо, немножко в Тульском, полагаемом. Ну, вот, да, вот такие вот, да. Ну, я думаю, здесь вопрос еще в том, вообще, что государство, оно решает определенные задачи. Вот сейчас наше государство решает строго определенные задачи. В первую очередь это защита власти и капитала существующих. И пока это государство решает эти задачи, так оно и будет обстоять. Ну, и в этом смысле, там, вот эта история, там, с тем, чтобы заключать, там, сферотические клиники, там, принудительные людей, она же тоже в этом смысле работает на власть, да. И есть там целые теории, которые говорят о том, что, там, в принципе, там, шизофрения, как такого заболевания не существует, что это стигма. И нужна она для того, чтобы куда-то убирать все остаточные отклонения. Там, в том числе, и людей, которые готовы что-то противопоставить существующим системе. В том числе, и людей, которые считают, что мы живем в какой-то такой стране, ну, это шизофрения, что ли, так считать? Да, и это важная часть. И, ну, если мы посмотрим на правоохранительные органы, да, то у вот этих вот особых отрядов вооруженных людей, у них, по большому счету, есть две задачи в государстве. Это защита капитала, да, и это защита интересов людей, которые живут в этом обществе. Сейчас от особого отряда вооруженных людей с задачей защиты не справляются. Они справляются только с задачей защиты капитала, но не защиты людей. То есть, в принципе, если посмотреть на всю статистику того, кто сейчас сидит в тюрьмах. В тюрьмах сидят воры? Нет. Они ездят на Мерседесах по Кузовскому проспекту. В тюрьмах сейчас сидят люди за кусок хлеба, которые, там, я не знаю, какой-то мелочи что-то делали. Тюрьма переполнена женщинами, которые годами жили, там, в ситуации домашнего насилия. После этого, там, когда не выдержали, там, не знаю, убили мужа, там, нанесли ему, там, всякие телесные повреждения, вот за это сидят. Сидят, там, иногда за фигню, иногда, там, за превышение самообороны. То, что мы бы по-человечески не назвали бы превышением самообороны. Те люди, которые делают реально массовые бесчеловечные поступки, люди, которые начинают войны, люди, которые массово разворовывают все, что существует в этой стране, они находятся на свободе, их всех показывают по телевидению. Так устроена система, и пока мы не будем системно с этим бороться, пока нас не будет много тех людей, которые готовы что-то противопоставить, пока мы не будем индивидуальными шизофрениками, вот до тех пор это будет существовать. Я бы хотела сказать, ответить на вопрос, с чего начинается самооборона. Собственно, самооборона начинается задолго до того, как кто-то на себя начинает нападать физически. И самооборона начинается с того, что человек начинает тебе проявлять психологическое насилие, если тебя начинают хамить, обвинять тебя в том, что на тебя напали, скажем так, или обвинять кого-то другого. То есть демонстрировать свою приверженность такой идеологии обвинений жертвы, насильственной идеологии, идеологии социал-терминизма. Если с тобой, допустим, разговаривают о том, о чем ты не хочешь разговаривать, ну и прочее-прочее, такие вот ситуации, в которых ты чувствуешь себя дискомфортно, то, в принципе, ты можешь с этим человеком расстаться смело. Потому что, скорее всего, это будет прогрессировать. Ну и, может, до физического насилия дойдет, может, не дойдет. Рест большой. Да, спасибо. Тогда вопрос вам и вам всем. Вы просто обсуждали сегодня несколько новых историй с Ириной Хабановой, с Аней, о том, что произошло и вообще выглядит то, что как-то... Сейчас есть такое ощущение, что, ну, по крайней мере, кто-то готов уже на эти темы говорить. А есть ли у вас такое ощущение, что что-то как меняется в общественном сознании? У меня есть ощущение повреждения, потому что, я заметила буквально в последний год, просто с людьми в социальных сетях. Ну, то есть, действительно, какие-то сообщества, которые я читаю, ну, они начинают меняться, начинают меняться в планете. Это там больше банят за какие-то вот такие бриллианты. Я уже раньше не банил, за инновационный просто плейбинг, который у нас везде сочится просто за все время. Ну, если... Просто, мне кажется, что, может быть, ответ на то, что ситуация на Киеве решается, вот ответ на традиционную ценность у нас, это некий расцвет. Феминизм, может быть, даже просто... Некоторые не называют феминизмом, потому что феминизм — это не знаю, облегательное слово, но, соответственно, просто какие-то феминизм не управляются. Некоторые такие проблемы. То есть, я заметила. Я бы сказала, что Киевский сочинил в определенных рублях стало лучше. В какой-то момент это вообще была такая темная зона, когда было заключение в Киеве в Фраге, но сейчас... ... ... ... Я не хочу быть трофеями, я хочу зарабатывать с фейсом. Мне кажется, что это очень важно, потому что если рекламные компании это делают, видимо, уже кто-то запрос или что-то готовит, показывает то, что действительно запросы в обществе есть. Есть же вот это прекрасное, можно проследить развитие рекламы телеканала Ю. Это же прекрасно. Два года назад в каждом метро висела реклама Ю, где было написано, где была изображена кошка в платье. И было написано, я не хочу курить политику, я же девочка. А теперь у них реклама на турской, где написано что-то там какое-то я люблю свои растяжки такими, как они есть. Да, и там крупным планом показывают, соответственно, очень монстры растяжки. Да, там такой типа бодипозитив пошел, это типа за два года. То есть они поняли, что я, девочка, не хочу про политику. То есть все равно не про политику. Не работает? Конечно, все равно этот телеканал смотреть не надо. Мои шагами это там, в принципе, был Карл Францанов. Потому что там же есть такой вот такой тип, которые брали интервью и перевернули там, конечно. А теперь она говорит, что вот теперь значит вы начали это все делать, при этом они оставляют уничтожение программы, статистическое содержание. Абсолютно не будет позитивно. И просто это у вас потеря веса. Можно я здесь волью свои тоже 5 копеек? Я думаю, здесь надо понимать логику рынка. Рынок будет вбирать в себя и трансформировать любые здоровые прогрессивные идеи. И эта история с рекламой, на самом деле даже с феминистской рекламой, она уже была. Она была в 90-е годы, она описана в книжке No Logo. Это замечательное совершенно исследование, собственно, того, как рождались современные бренды. И история там состояла в том, что были действительно такие магазины, как Body Shop, например, которые делали свое имя в то время, когда вырастал протест, на том, что там, я не знаю, вместо... которые вешали рекламу очень такую большую, там, типа, я не знаю, там, ну, мы там против изнасилований, да? Просто вот эти вот рекламные баннеры. И женщины, которые шли туда, ну, и там мы говорили, например, что мы будем скидывать какие-то копейки, там, ну, там, тем, так же, что мы будем изнасилованием или еще что-то. Женщины шли, женщины покупали косметику, женщины сильно использовали косметику Body Shop. И вместо того, чтобы отстаивать свои права на улице, вместо того, чтобы реально добиваться того, чтобы ситуации насилия не было, они покупали себе крем из Body Shop и говорили, черт возьми, я же феминистка, я пользуюсь только Body Shop. И это может быть, там, любая другая марка косметики. На самом деле, если мы посмотрим на эту историю спустя, там, сколько уже 20 лет прошло, в обществе ничего не изменилось. И я бы не стала здесь доверять рекламе и рекламочкам. Да, они покажут вам небритые ноги, чтобы вы купили их колготки, но они никогда не сделают ничего для того, чтобы ситуация общественная поменялась. Потому что им это выгодно, потому что это рынок, они будут продавать. Продавать вам все, все, что схаваете, то и продадут. Блин, на самом деле, показывая это, они уже это делают, мне кажется. Ну, то есть, просто, грубо говоря, то, что существует на спадах ВКонтакте, охватывает не очень широкую аудиторию, они выносит на еще более широкую. И, то есть, хотят они этого или нет, как бы, преследуя свои цели, они все это делают. Потому что у них аудитория просто, грубо говоря, гораздо шире, они показывают немножко другое, немножко сделают. Я говорю, я бы очень критически бы отнеслась к этому. Ну, то есть, вот в то время, когда нам, там, я не знаю, ну, может быть, будет в то время, когда, там, я не знаю, реклама будет еще и прохла свою ненависть. Ну, наверное, это будет забавно, а это не сделать нам революцию. Я говорю о том, что, если какие-то огромные корпорации используют тему, значит, скорее всего, они провели исследование, и они чувствуют, что есть какой-то допрос в обществе. Ну, по поводу просто Запада и Америки, можно при этом вспомнить все эти дискуссии, которые сейчас велись по поводу закона о реализации такого фрага. Я думаю, что есть такая совершенно спиртливая критика от более радикально настроенного ЛГБТ-сообщества, и в том числе, там, не белых участников этого сообщества о том, что, ну, как бы, на самом деле, там, вот этот закон о равенстве, о признании ЛГБТ-браков представляет, там, интересы только, ну, как бы, этот такой способ отвлечь от настоящих проблем, с которыми сталкиваются люди в Америке. Я думаю, что это вообще все часть какой-то глобальной предвыборной кампании про демократов, на самом деле. Я думаю, что Хиллари, например, она сейчас будет очень сильно выезжать на феминистские темы. И вполне возможно, что весь этот феминизм происходит именно для того, чтобы потом заработать голоса. Говорить о феминизме, о женщинах, и все такое. Ну, то есть это очень большая проблема, потому что такой феминизм, то есть мы, конечно, все хотим, чувствовать себя классно, красиво, такими видами есть, там, любить нашу растяжку и все такое, но когда приедут, там, женщины... Просто для этого не обязательно покупать кроссовки Nike. Ну, есть такое противоречие. Ну, да, и, ну, еще здесь важно, мне кажется, то, что все равно там в США исчез, вопрос о реальном равноправии на повестке дня, конечно, не стоит. И он не стоит как раз потому, что, ну, собственно, там система не хранялась, тут системные факторы будут. Да. Очень забавно просто прозвучало то, что вот активно у нас таксула настроена на общество. Я считаю, что вот этим законам, вот за таковые браки, они отвлекают от реальных проблем. Потому что нас в России, наоборот, отвлекают от реальных проблем путем положения. Да, конечно, да. Ну, и, как бы, не знаю, мне кажется, что... Эти четыре там типа зажрались, но по своей смыслы. У них хотя бы у вас так и приходят ребята, у вас хотя бы там... У вас хотя бы в больницу пустят, если у вас там партнёр там будет умирать. Ну, и хотя бы смысл. Это правда, да. А ещё будут какие-то комментарии на вопросы? Ну, пусть я... Просто я не хочу как-то так постепенно реакцию. Это последнее реплик, если ты хочешь рассказать. Да, 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 да. Окей, тогда просто я хотела сказать, что там внутри очень много всяких предприятий ещё будет. И где-то в углу Дуриана, где Зина. Вот так заходишь и слева у нас... Просто, может быть, вы все знаете меня про Центр Сёстры. Это единственный Центр в Москве, который занимается... Который работает с жертвами сексуального насилия. И так получилось, что у них как бы проблемы. В этом году не выделили ни одного гранта. И, в общем, развернулась такая довольно обширная общественная компания. Потому что в эти деньги пытаться собрать на работу Центра. И, в том числе, кажется, там стоит Элла. Да, которой можно что-то передать. То есть, просто чтобы понимали ситуацию, там уже год все работают бесплатно. Все психологи, всё... Люди не получают работу, просто делают энтузиазм. Это единственное место в Москве, куда человек может обратиться, если её изнасилуют. Вот. И я также, на самом деле, хотела упомянуть... Ух-хм! Ух-хм! Ух-хм!